Кредо вышло на поле с запредельной мотивацией. Желание взять победу добавляла недавняя утрата. Выигрышем одесситы хотели почтить память погибшего Алексея Зыбала. У Кредо сегодня царило очень-очень серьезный настрой. Если бы какой-то человек зашел бы простой к нам в раздевалку перед матчем, он бы, наверное, зарядился на целую неделю. Но старт встречи получился провальным. От желания победить ребята перегорели. Они часто нарушали правила, что позволило Олегу Косареву трижды пробить штрафные удары. Итог 9-0 в пользу гостей. Ребята предпочли не сдаваться и для начала также забили со штрафного. Продолжилось дело успешной попыткой в исполнении Дениса Масюкова. Хозяева обхитрили соперника, переведя мяч на противоположный фланг, где проблем не возникло. На перерыв кредовцы ушли, ведя в два очка. Удар Артема Кулика был точен. Во второй половине игра продолжилась в том же ключе. Одесситы нарушали, Олег Косарев пробивал штрафные. Первой цели не достиг, зато забил остальные. Три очка и счет 12 на 11. Кредовцы ответили быстро, но попытку не засчитали. Нарушение правил. И все же спустя минут 10 они добились своего. Тарас Марченко получил хороший пас и заработал 5 очков. Еще два очка принесла реализация 18-12. Надо было выстоять до конца встречи. Олимп таки к зачетному полю одесситов не добрался. Мы поработали над защитой, были упорственно, чем в прошлом сезоне. Первая игра за последние года три, наверное, он не положил ни одной попытки. Это плюс. И думаю, Фарьковы мы сыграем не хуже. Увы, одесситы перестарались в обороне. Пройти Олимп не прошел, зато пробил два штрафных. Причем последний перед самым финальным свистком. Шесть точных ударов и все забил Олег Косарев. Боевая ничья. Теперь кредовцам придется очень постараться на выезде. У каждой команды есть шанс, но я думаю, что мы исправим свои ошибки, будем играть более дисциплинированно и постараемся этот матч выиграть. Все решится ровно через неделю, 6 октября в Харькове. Шансы ровно 50 на 50.